Всем добра и здравия, дорогие друзья! С вами Ктархон, это День Победы 4, либо Железные Сердца, как это более популярно переводить с английского у многих людей. И мы начинаем наше новое прохождение в моде Советский Союз, 1933 год. Об этом моде было видео, где я у вас спрашивал, кого же нам лучше взять Японию, либо СССР для начальной игры, так как мы еще не все страны в моде проработаны, и может быть даже что-то я хотел и больше, но пока это нельзя. В целом, с небольшим отрывом там то одна страна, то другая, в итоге выбор остался за мной, и я выбрал Японию, как вы можете увидеть это по названию. Что такое вообще этот мод? Вкратце, если кто не видел то видео, это очень реалистичный мод, добавляющий, во-первых, 3 года нам игры, во-вторых, очень множество событий за все страны, при том альтернативные пути, выбор партии, все остальное доступно, также добавление своих дивизий, ну в какое-то время, то есть нам новые шаблоны будут давать, и естественно, просто огромнейшее количество снаряжения, очень много самолетов, много техники, много кораблей, то есть все здесь есть в достатке. У нас в Японии несменный император, который на всех трех идеологиях, кроме коммунизма, если мы же придем к коммунистов, то они убивают императора, и у нас становятся разные, естественно, на разных идеологиях люди, то есть можно так сделать, что играть за фашизм, но не наш император будет, вот так вот. У нас синтаизм, стандартный модификатор, Великая Депрессия, которая нам дает большие дебафы, но Великая Депрессия изначально у очень многих стран, ее нет у Советского Союза, и у остальных, если не ошибаюсь, то она у всех наблюдается, так что даже можно не прощелкивать. Есть Генеральный Штаб, есть Военная Академия, есть Дохваты Островов, то есть, видите, бонусы к десантным войскам, это очень хорошие бонусы, нам они пригодятся. Легендарная стойкость, это уникальная, можно сказать, для Японии, я больше ни у каких стран пока этого не заметил, это оборона дивизий, неплохо так увеличена. Почему неплохо? Потому что сейчас зайдем в шаблоны, и я покажу, что это значит 15% от тех чисел, которые здесь. Наступательная Драктрина немного режет вот эти вот бонусы, только у меня здесь, естественно, вопрос. То есть, сначала плюс 15 эти приплюсовываются, а потом от настоящего числа 15 отнимается, или как это делается? Вот тоже вопрос, что раньше. Ставка на пехоту тоже нам дает бонусы пехоте, ставка на удар по морским силам дает нам мощность морской авиации, и атака на авианосные ударные силы, это такая палубная авиация, маневренность и коэффициент радиуса действия флота. У нас фашизм, тоталитарный режим, и мы будем играть без Ранмена, так как сохранение проще мне будет делать без него, а так как прохождение у нас будет полное, то, естественно, тут никаких подозрений на все остальное у вас даже быть не может. Усиливать я кого-то не буду, потому что знаком с этим модом пока слабо, и, может быть, это сломает хрупкий баланс пока что. Естественно, оставим исторический фокус для искусственного интеллекта, хотя можем даже и отключить, но, думаю, не стоит. Давайте оставим с ним, посмотрим сначала на оригинальную игру, как он все идет. Что ж, загружаемся. Также я дополнительно ко всему поставил мод на песни из Дня Победы Третьего, чтобы немножко так поностальгировать вам, я надеюсь, они слышны. Если же нет, то я подбавлю в следующей серии чуть побольше, потому что поднастроил, вроде бы, некоторые песни по-разному звучат, и смотря по какой настройке делать. В целом, я здесь не загрузился на Японию, немного пролистал. Где-то летом, ближе к лету 33-го, будет выбор, выборы своеобразные, ну, по ивенту, и можно перевести еще другую партию. Я проводил атаку коммунистов специально, чтобы посмотреть. В итоге, Таунста, это правитель коммунистов, он диктатор, то есть плюс 25 политвласти он давал. В целом-то неплохо. Что сразу же бросается в глаза. В целом, так-то вроде, на первый взгляд, ничего и нету. Также войска разбросаны, также все хорошо. Фабрик немножко, все немножко, вроде бы, прекрасно. Но тут сразу же видите, сколько разных модификаторов на нас влияет. Тут тоже немало модификаторов, в том числе Великая Депрессия. То есть, есть где чем задуматься. Ну и уже, думаю, видите, логистику, которая очень сложная. Очень много разных вооружений, но не так уж, чтобы прям запутаться. В целом, посидишь-посидишь, и все это разбирается. У нас немало шаблонов дивизии, при том, из них уже используется, как видите, большая часть. Дивизия ополчения у нас есть на всякий случай. При том, смотрите, вот, о чем я говорил, даже дивизия ополчения имеет 1204 защиты. И прибавьте к этому числу 15%. Я думаю, понятно, что число выйдет хорошее для прибавки. То есть, это не как в оригинальной игре, там от 200, от 300 прибавлять. От 400, ну, стандартные такие, ну, более для ранней игры показатели. А тут 1204 в ранней игре. Представьте, там по 2, по 3, по 4 будет уже потом. Ну, вот даже уже 2. Это наша пехотная дивизия. В целом, ширина фронта здесь рассчитывается от людских ресурсов. Вот здесь немножко она, конечно, не совпадает, но это лишь из-за шаблонов поддержки. А, к примеру, в дивизиях ополчения, вы видите, 9 к 8,8. В кавалерии тоже 5,8 к 6. Ну, в целом, более-менее ширина дивизии основывается на количестве людских ресурсов. Примерно соотносится это дело. А наша пехотная дивизия, это стандартная, да, она содержит кавалерию, содержит пехотинцев, также буксируем легкую и среднюю тяжелую арту, легкие и тяжелые минометы, пулеметный батальон, средний миномет, еще и танкетку дополнительно. То есть здесь напихано очень много всего. Здесь на ротоподдержки, стандартная саперка и разведрота, поддержка пехотной арты и поддержка арты. То есть пехотная это новенькая, но, видите, пехотная арта несколько проще. То есть в плане меньше бонусы, но и требования для нее немного другие. Кстати, для нее надо больше людских ресурсов, больше пехотного орудия, больше винтовок, пистолета, пулемета и больше повозок. Потому что здесь как-то поддержка арты смотрится поинтереснее. Здесь со всем этим надо разбираться. Я буду прямо это видео делать, так как это будет полное прохождение, чтобы во все это войти, лучше вникнуть, да и вам, думаю, было бы несколько интереснее смотреть. Это наши гарнизоны. Сейчас я, кстати, покажу, что у нас с гарнизонами здесь творится. Во-первых, они пока не оснащены. И в чем суть наших гарнизонов? Это, можно сказать, идеальные оборонные защитные дивизии. У них, видите, как на оборону бонусы есть. Правда, не везде и не особо большие. Но сами по себе у них очень большая прочность, неплохая организация. Тоже неплохую противопехотную атаку. С учетом того, что здесь не так уж и много батальончиков у нас. И если говорить о гарнизоне, то я думаю, потом на батальону Уэра заменить. Он дает некоторый бонус. То есть, один заменили, а уже получаем защиту, атаку больше. И главное, очень сильно растет прочность. То есть, урона дивизия наша может выдержать намного больше. Так и организация. При этом здесь небольшой сдвиг в то, что надо будет побольше легких минометов, пистолетов, пулеметов, ручного ПТО. Остального у нас даже уменьшится. Поэтому, я думаю, все их можно будет заменить и порадоваться. Ну и также здесь на в ротоподдержке тоже хочу к ним добавить ту же самую соперку для лучшего окапывания. И тем самым они у нас уже намного-намного-намного лучше себя будут чувствовать с укрепленностью совсем этим делом. Так как острова наши надо будет обезопасить. Чисто ради красоты даже. Но, думаю, не более того. Так, дальше по шаблонам будем уже идти по ходу того, как будут у нас находиться новые войска. То есть, ну, чтобы время-то не тратить. У нас тут и пехотная дивизия. Но, в основном, упор здесь на пехоту. То есть, в Японии это снова пехотная. Изначально армия. Потом, конечно, моторизация, механизация проходила. Здесь у нас есть же, да, орудия особой мощности. Вы сразу же спросите, что это такое. Это очень хорошие наработки. Очень интересные. То есть, это дивизион, можно сказать, да. Ну, то есть, бронепоездов. Где-то три бронепоезда. Смотрите, три всего бронепоезда легких. А показатели очень и очень хорошие. Но они хорошо в укреплении, где им дают неплохие такие бонусы. В атаке не очень. Притом, они против нормальных дивизий. Дивизионы эти очень мало. Что значит? Ну, и смотрите, вот. Железнодорожное арсиллерие особой мощности просто притерпьет. Но так, а 1200. Это очень-очень большие показатели. За счетом того, что их всего три здесь. И их удобно использовать. Людских чувств, смотрите, мало. Их очень удобно использовать на атаку в город. Видите, бонус плюс 60. Прибавьте здесь 60%. И 1800, даже чуть больше у вас будет. Это очень мощно. Ну, и наравнило даже бонус 20%. Это реально как поддержка. Очень удобно будет использоваться. И вполне себе интересненько даже. Так, дальше продолжаем расквартировать пехотные наши дивизии. У нас есть пять дивизий. Морпехов. Давайте, кстати, посмотрим, какой шаблон морпехов. А у нас здесь 9 морпехов. Легкие, средние минометы, буксиром, легкая артиллерия. Плавающий танк. Да, здесь есть плавающие танки. Заперный рот и разведрот. Вот, в целом, неплохие показатели, как видите. Организация есть. Прочность немаленькая. И максимальная скорость 6 км в час. Естественно, должны быть бонусы на парике. Вот они у нас есть. Бонус на морской десант. Атака плюс 61%. То есть, вы понимаете, как это число возрастет тоже. Вот, вполне себе неплохо живем. Так, это опять же железнодорожная арта. Мы ее отправляем сюда. Давайте на новый театр. И гарнизончик тоже на новый театр отправим. Чтобы основные боевые войска и все остальное у нас было в разных местах. Так, гвардейская дивизия. Давайте ее рассмотрим отсюда по шаблону. Нет, здесь неудобно все-таки. Давайте зайдем в гвардейскую. Он такая красненькая. И заодно расскажу, что такое красный. Красный это элитные моторизованные. А элитные моторизованные есть для большинства. То есть, здесь вот моторизованные, есть элитные моторизованные. Здесь, кстати, удобно заметить разницу. То есть, разница в чем? Во-первых, стоимость производства чуть дешевле у моторизованных. Ну, у обычных, не элитных. У них поменьше прочность, надежность, организация против пехот. И показатели основных атаки, защиты и всего прорыва. И при этом на них надо несколько меньше ресурсов. Но элитные, естественно, элитные. И здесь как бы смотрится лучше. Это на самом деле интересно. И такие добавления надо идти и делать постепенно, постепенно улучшая это дело. Естественно, это у нас один такой всего-навсего. Недавно такая дивизия. Показатели очень ошеломляющие. Притом бонусы к равнине есть. То есть, равнина, конечно, будет чувствовать плохо. Не плохо. Но, естественно, горы, холмы, это уже все убивает ее. Напрочь. И требует она, видите, 17, ну, 18 тысяч ресурсов на себя. Людских. Я поэтому пока ее распускаю гвардейскую дивизию сформировать. Мы ее потом еще с вами сможем. Поэтому прижать, думаю, по этому поводу не стоит. Так, у нас здесь опять же оборона. И у нас три. Все, у нас все дивизионы арты закончились. Они уже все использованы. Больше их у нас не будет на начальном этапе. Здесь у нас, кстати, есть еще вот пехотная. Здесь пошли отдельные смешанные дивизии. Давайте их посмотрим. Кстати, смешанные бригады. Вот они. Это несколько меньшая бригада пехоты. То есть, она здесь смешана, как видите, с пехотными танками и танкетками. То есть, уже начало механизации своеобразной. Ширина фронта здесь, естественно, меньше. Показатели тоже поменьше. Но при этом она тоже имеет право на жизнь. Право неплохие на бонусы на атаку на равнинах. То есть, в целом, жить-то может. Притом, пехотный танк, как видите, очень большие бонусы дает к ней. В общем-то, и, можно сказать, один пехотный танк здесь решает сам по себе очень и очень немало. Естественно, мы тоже ее запихнем пока, наверное, не в общую отдельно. Там уже посмотрим. Опять же, здесь у нас на защите островов. Да, надо их будет потом побольше добавить, потому что не помешает. Так, идем мы уже с вами в Корею. Здесь у нас гарнизон Пусана. Даже название по месту города как раз таки названо. Все вполне себе логично. Здесь у нас пехотная, опять же, дивизия. У нас их, кстати, вполне себе немало. На начальный этап в районе 40 где-то. Есть еще горные стрелыки, кстати. Горники. Горная дивизия, как видите. Давайте ее тоже посмотрим с вами. Она у нас вроде бы одна, если не ошибаюсь. А, нет, их три. Прошу прощения. Вот такие вот у нас горные стрелыки. Здесь горная арта. Здесь легкие и средние минометы. В целом, очень простенькая дивизия. Но, видите, бонусы к холмам и горам очень реально большие и хорошие. То есть, 20%. Это прекрасный бонус к этим показателям. Это меня радует. Кстати, я не показал одну вещь. Но тут можно здесь, как в оригинальной игре, естественно, настраивать, что изначально подавать. На некоторых шаблонах есть там разные мелкокалиберные, крупные калиберные пулеметы. Выбор между ними тоже можно так выбрать. Но, в целом, это из оригинальной игры. Поэтому, думаю, особо внимания уделять этому не стоит. Горные стрелыков я распущу. Горма в Китае, конечно, встретим. Холмы в некоторых местах. Но это не так часто. И особо я их использовать-то не собираюсь. Будем пехоты идти. Там уже посмотрим. Пехотная дивизия. Здесь у нас что? Пехотная, пехотная, пехотная. Но, в основном, в Банчюре у нас вся пехота расквартирована. Она здесь в большинстве своем находится. Есть кавалерийские, кстати, бригады. Давайте тоже я их покажу. Я вроде бы их пока... Нет, не показывал, не показывал. Тут уже, видите, броневики внедряются вместе с кавалерией, вместе с минометными и моторизированными батальонами арты. И показатели не особо большие. Скорость тоже не особо. Но, в целом, так и есть. Имеет право на жизнь. Но мы, естественно, ее распустим. Для окружения мы потом себе что-нибудь другое найдем. Благо, время-то у нас с вами есть. И заняться тоже мы этим успеем. Поэтому кавалерий я пока на расформирование. Благо, нам еще производить меньше ресурсов разнообразно. Тоже будет проще. Очень большая армия у нас здесь на китайской границе. В одной провке собрана. Опять же, два горных и 13 пехоты. Здесь у нас, кстати, отдельные смешанные. За исключением вот одной пехотной. Здесь все отдельные смешанные. Хотя вот 12 смешки. Все. Если я не ошибаюсь, то мы всю армию с вами расквартировали. Да. Как видите, у нас немаленький такой наборчик. Если смотреть по общей сфотке, то он показывает нам вот как раз. ЖД, 3, 5 морпехов, 21 гарнизон. Все правильно. И 40 пехоты. Ну, 27 и 13. То есть все вполне себе точненько. Все армия сделали. Все прекрасно. Скорость планирования. Видите, у нас увеличена ставка на пехоту. Позицированная война. Плюс она нам дает и, естественно, укрепленность. Все. Можем идти дальше. Во-первых, на пехоту нам нужен наш генерал. Командующий здесь в целом-то вроде бы все стандартные. Естественно, будем брать скорее всего. Так как нам война там, мастер наступления. Вот не знаю, стоит ли нам фельдмаршала взять. Либо все-таки именно генерала армии взять 5-го навыка. И чуть-чуть уменьшить просто на всего армию до 24-х. По-моему, это даже будет проще. Делать вот так. На морпехов тоже надо генерала найти. Есть ли у нас кто-нибудь способность? Да, вот. Для садок сомжения команд. Да, пускай. Здесь у нас командует. Кто у нас, кстати? Хитоси. Имамура. Здесь у нас отдельные пехотные тоже. Здесь нужен хороший генерал, тоже с разведкой. Давайте возьмем в Китае надо будет воевать. Прекрасненько. А вот на гарнизон, кстати, можно поставить, я думаю, и кого-нибудь из мастеров наступления, чтобы потом больше, больше, большего. Явно мы за 30 пересечем в обороне. Вот что железная арта и вот что с дивизией МЖД я пока делать не знаю. У нас нет возможности производить ЖД на данный момент. Ладно, пока оставим. Все. Давайте пока это оставим. Дело. Армия у нас сейчас 678 тысяч. ВВС-5 и флот 135 тысяч. Да, флот японский. Это, конечно, отдельный-отдельный разговор. Но давайте начнем сначала с авиации. У нас, как видите, есть морские бомбардировщики. Давайте, кстати, их выберем. И я отправлю их пока вот в Кюсю, чтобы нам постепенно разбираться. Немало у нас палубной авиации. Здесь у нас кто? Истребители. То есть мы видим истребители с легкими бомбардировщиками. Их давайте мы будем уже заранее переправлять пока сюда, наверное, чтобы не мешались. Потом оттуда отправим уже ближе к Китаю, чтобы в будущем их вполне себе неплохо использовать. Оставляем спокойно те, кто на авианосах. И я вижу то, что есть у нас расквартированные, видите, самолеты палубные, как обычно. То есть не на кораблях. Это нам не нужно. Поэтому давайте мы их сразу распустим. Пускай они будут пул составлять, который потом будет использоваться нашими авианосцами. Да и просто для расширения, для постройки новых авианосцев они нам не помешают. Прошу прощения. Так, Тайвань. Это тоже у нас самолеты простые, поэтому мы их убираем. Вроде бы все. Не напортачил, да? Окей. И у нас остается здесь что? Торпедоносцы, транспортные, штурмовики. Вот штурмовиков мы тоже переведем куда надо. На эту базу. И оставшиеся у нас самолеты. Это транспортники и торпедоносцы. И, естественно, мы средние бомбардировщики отправим вот сюда. Все. С авиацией более-менее разобрались. Она у нас не особо большая, но прекрасная. Флот. Флот это прям отдельный разговор, в котором я, наверное, прошу вас с помощью. В плане того, как лучше за Японию делать флот именно в этом моде, ребят. Именно в этом. Ох. Как вы видите, у нас большой разброс кораблей. Немало, притом и тяжелых кораблей. И авианосцы, гидроавианосцы, линейные крейсеры, броненосцы, бироговые, тяжелые крейсеры, легкие, мореходные. Короче, все, все, все у нас в достатке. Я думаю, пока расквартируем просто по-банальному. То есть, без подлодок просто сделаем. То есть, постараемся именно без подлодок весь флот сделать. И все. Особо, чтобы не мучиться. Подлодки вот реально отделим, а остальное отделение уже будем делать потом. Ну вот, к примеру, этих можно соединить. 42 корабля. А эти 26 у нас, получается, подлодки. Да, да, 26 подлодок. Их мы будем потом использовать где-нибудь здесь для обороны. Средние подводные лодки. Отправим их сюда пока. Флот, да, здесь требует прям очень большого интереса, скажем так. Очень много над ним надо будет подработать. Так, все, тоже объединяем. Это у нас тоже 44 корабля. И 22 это у нас подлодки, получается. Подлодок немало. Притом, видите, есть сверхмалые подлодки, прибрежные подлодки. Дальность их, как видите, несколько меньше. Поэтому не хотелось бы их скидывать в общую топку. Хотелось бы их немножко отделить. Так, что у нас здесь? У нас тоже есть, видите, подокеанская... А, океанская подлодка. Окей. Ну, думаю, мы можем океанскую подлодку в общем-то, да, оставить. Хорошо. 44. Давай сюда этот флот. То есть, постепенно с флотами мы разбираемся, да. У нас здесь тоже флот. Неплохой. Легкие мы... А, мореходные, канонерские, эсминцы и миноносцы. Дальность у них, конечно, несколько подрезана. Но куда-нибудь сюда сведет. Так, и еще у нас флоты остаются вот здесь, вот на Тайване. Достаточно большой флот. Притом он в основном эсминцами в 777 тем, кто только можно. Представлено, дальность по-моему себе неплохая. То есть, вот этот флот идеальный в плане будущего развития. Так, и еще, если не ошибаюсь, у нас где-то вот здесь, вот здесь семерочка эсминцев. Эсминцев можем в целом их передать вот этому флоту. И я думаю, все. Если где-то еще корабли оставил, то сейчас по ходу дела мы разберемся, добавим и сделаем. Понимаю, что очень долго, ребят, но таково, но полное интересное прохождение. Так, изначально давайте немного фабриками будем застраиваться. Потому что фабрики, это в моде сделано как эквивалент денег. Давайте пока на самое максимальное. Но у нас застройка медленная, потому что у нас, как вы понимаете, дело-то пока не особо из-за того, что у нас 36 фабрик уходит. Потому что у нас прекрасная великая депрессия. По фокусам. По фокусам. В целом очень похожа на стандартные, с расширением. Вот эти вот на четыре. Есть выбор главенства флота, главенства в армии. Я думаю, мы по главенстве армии пойдем. Хотя, с другой стороны, главенство флота тоже интересно. И флот бы не помешал. Посмотрим. Развитие науки нам позволяет при каждой сотне фабрик новую черепу исследований получать вплоть до тысячи. Вот здесь вот. Тут расширены средства новых верфей. Здесь выход из великая депрессия. Немаленькая такая веточка фокусов, позволяющая комбайны по производству ресурсов строить. Ну и естественно, все остальное очень-очень похоже. Не особо чем-то отличаемо. Начинаем с выхода депрессии. Он нам даст выход от депрессии. Еще облигация. Своенные займы, которые фабрики народного потребления минус 5 даст. То есть, итого мы минус 35 фабрик народного потребления получим. У нас от того будет всего 1%. Думаю, это несущественно. Немного мы с вами переживем это дело. Теперь смотрим на исследования. Их у нас несколько. Достаточно много. Чеек. И сразу заходим сюда. И вах-вах-вах-вах. Да. Очень много всего. Вот реально. Очень много-много всего. По законам, ну по идеологии, то мы фашисты. Поэтому здесь все идет по расовой гигиене и по ветке фашизма. Просьба к этому. Это нормально. Это игровая ветка. И скорее всего я буду раскачивать всякие стерилизации и все остальное. Так как здесь дают как-никак все-таки своеобразные бонусы. Притом уменьшают ведь фабрики народного потребления. Это мне не помешает. И будет хорошим бонусом, что я буду потом прокачивать. Поэтому относитесь сразу же к этому нормально. Берем здесь базовые станки. Что здесь еще интересно. Здесь есть смешанная промышленность. То есть фабрики двойного назначения. Сразу же построив, мы получим и военный завод, и фабрику. То есть и то, и то одновременно. Стормы строительства несколько дороже. Но при этом, если по отдельности фабрику и завод строить. Ну давайте я, кстати, покажу, че я голословничаю. Видите, 10 800 и 7 200. То есть вместе будет 18 тысяч. Здесь же 13 с половиной. То есть вы понимаете, что выгоднее построить фабрику двойного назначения. Чем сначала то, потом эту. Ну, думаю, это так и есть, так и будет. Дальше построить пока двигаться нельзя. Это 35-й год. Мы слишком переживаем законы. И законов, наверное, я потом возьму. Давайте сначала по пехоте пройдемся. Здесь у нас на 33-й год в целом это все исследование. Естественно, нет у нас разнообразных автомобилей. Мех, САУ, всего остального. Но это нам пока особо-то и не нужно. Я думаю прокачать огнемет. Нам даст огнеметные танки бонусы. Танкеткам ручной огнемет второго уровня. Все вот это вот добро нам передастся. Здесь также можно снайперскую винтовку на уровне исследовать, чтобы начать ее производить. Будем постепенно идти. Батальоны и роты обеспечения остались теми же самыми. Бронетехник. Огромнейшая. Да, реально. И я вот думаю, наверное, все-таки, так как мы будем воевать в Китае, то нам именно упор стоит делать на легкие танки. На танкетки, возможно. На плавающие танки, кстати, которые можно прямо сейчас исследовать более лучшего уровня. Почему бы они это? И на пехотные танки. То есть будем упор делать больше на это. Естественно, средние танки тоже будем изучать. Но это уже потом. Если война с Россией, война с чем-то еще другим. Ну, с СССР, прошу прощения. И со всеми другими странами. И пока поэтому пойдем по танкеткам. Башни и рубки. Пока особого выбора нет. У нас невозможно башни средних исследовать. Хотя башни и легких стульс. Но это и можем взять. И башни, рубки, ЛТС, ПТО. И все остальное я пока трогать не буду. По артиллерия. На 1933 год. Много чего еще нет. Можно сказать, вот эта вся веточка с ПТО и совсем. Нам, я думаю, не помешает пехотное орудие и легкое орудие. То есть, вот эти вот орудия, она мне помешает здесь взять. Ну, я понимаю, что сейчас доктрину себе закрою. Если не возьму. Да, да, да. Вижу, вижу, вижу. Нам надо еще машиностроение взять. Давайте возьмем пока машиностроение. И сюда возьмем быстрее доктрину. Вот по доктрине здесь, кстати, ответвление. На подготовку всех видов войс. То есть, организацию. Это нужная вещь. Будем ее прокачивать. Вот что, я думаю, нам улучшится с вами для Японии. Очень удобная, конечно, позиционка. То есть, она у нас уже сделана. И бонусы, в целом-то, неплохие. Но она, скажем так, мне не особо нравится. Идеальные доктрины две. Как я их считаю, и я так и буду считать, это маневренная война и превосходство огневой мощи. Но вот единственное, что у меня вопрос. Я не знаю, есть ли смысл нам вообще брать здесь механизированную за Японию. Так как здесь бонусы на бронетехнику очень ранные, ранние. И в целом-то нам это особо не пригодится. Да, с вами? Давайте пойдем по стандарту, по превосходству огневой мощи. Тут противопехотные именно атаки. Нам это понадобится. Почему? Мгновенно. Потому что первый перевыбор фокуса на сухопутную доктрину идет моментально. Если я сейчас дальше захочу, то, видите, уже 279 дней будет. И, естественно, это невыгодно. И берем дальше сдерживание. То есть мы уже получили свой первый бонус противопехотной атаки фронтовых батальонов плюс 20. Вполне себе неплохо. Да, у нас укрепленность, создание укрепления меньше, но и фиг с ним, как говорится. Поживем и без этого. Зато мы получим уже, видите, сдерживание. То есть общая тактика перемещения. Все будет у нас прекрасно. Все. Ветку исследования мы с вами забили. Торговлю. Ой, давай сначала производство. В производстве. Куча всего. Да, станковые, лентовочная, мортирка, средние, все остальное. В целом-то плавающие танки, танкетки, пехотные, башни, башни СТ, легкое орудие. У нас нету сейчас пока военных заводов на допку, на паломные бомбардировщики и на истребители, к сожалению. И у нас очень много всяких кораблей, мать его, очень много. Здесь я выбираю по одному, чтобы нам не начать с этим делом путаться. Так. И мы выбираем, наверное... А, мы не можем сюда взять. Ага. Тогда давай на подводный флот. Это тоже на подводный флот. Эсминцы мы возьмем, давайте, в 10-й флот. Все это отправим. Погоди. Просто пока особого выбора, куда отправлять, у нас нет. 10-й флот и 10-й флот. Что мы сделаем здесь? Наверное, я убавлю. Или хотя бы быстрее. Да, наверное, стоит побыстрее достроить. Все равно не достроится. Какая разница? Все равно не достроится. Согласитесь? Здесь, во-первых, выделено всего по 5 верфей. Потому что... Чтобы как бы... Как это сказать-то попроще? Говоря о том, что не клепались быстро очень корабли. А шли их производство несколько медленнее, более реальнее. А не прям вот как бым-бым-бым-бым-бым-быстро-быстро-быстро-быстро все двигалось. Поэтому здесь решили вот так вот замедлить. Ну что ж, пускай так и будет. Так, по торговле. Фу-фу-фу-фу. Сколько нам не хватает-то нефти с вами. Жесть просто. А у нас еще здесь... Так, 83, да? 56, 48. А, ну все нормально. Именно 56. Мы как раз и закупаем. 56. А нам еще надо будет, да? 40. А, больше мы не сможем. Да, больше-то мы и не сможем с вами закупиться. А, у нас нету маньчж... А, да, у Маньчжури есть. Вот отлично. Можем единичный вот так вот закупиться сразу же. И, наверное, у Венесуэлы еще немножко поднабрать. Да, не сможем пока строить, но ничего страшного. Ну-ка, давайте запускаем теперь время. У нас вроде бы все выбрано, все расставлено. Жить пока можем. Ну и производство старевшей техники, что поделать. Ждем окончания дня. Добро пожаловать на Советский Союз. Бета 042. У нас, кстати, тут не выполняют заказы. Сразу на Советский Союз. Зараз ты такая. Здесь у нас международные ситуации. Все остальное описывается. Да, тут видите, чтобы править партии была популярность, было больше 50. Иначе события не будут срабатывать. Поэтому переход опасен. Международная ситуация. То есть, почитаете. Я это уже зачитывал. Зачитывать не буду очень долго. Но при этом на экране, думаю, есть. Каждый может поставить паузу. Тут, естественно, нам советуют, как производить. То, что лучше не одну технику, а потом на другую закидываться. А все сразу же. Постепенно, постепенно развивать. Так, берем здесь вот так вот. И нам остается еще, да, нефть. Я просто не хочу американцам изначально давать бонусы к фабрикам. Так, вот, идеально. Думаю, в таком раскладе мы вполне себя чувствовать будем неплохо, да? Идеально, хорошо. Армия, вооружение, армия, виды и типы войск. Для обороны в укреплении, поэтому медленный. То есть, у ОР там видели скорость единичка всего. То есть, вообще, только стоять и не двигаться. Флот, виды и типы кораблей. Я, кстати, вот почитал, но мне это много ничего особого не дало. То есть, я все-таки, думаю, совет от вас мне не помешает. Естественно, есть здесь еще и атомные корабли. В будущем, которые, естественно, будем использовать. Виды двигателей самолетов тоже несколько. Их тоже. Самолет отличается по виду двигателя. Ну, и виды типа самолетов тоже здесь нам показывают. Естественно, у нас идет производство. Все вроде бы у нас в достатке. То, что нужно. То есть, все шаблоны, которые мы оставили, они снабжаются всем тем, что у нас есть. В целом, это очень хорошо и удобно. Безусловно. Так, стоп-стоп-стоп. Здесь уже гражданка начинается. Синьцзянь. Здесь диктаторские, обычные. Начинают гражданку. Подлодки у нас собрались в одном участке. Здесь у нас... А, вот еще подлодки-то, кстати. Почему-то их сюда не отправил. Надо просто проверить флот. По командующим флотов у нас здесь достаточно немало. Это, наверное, на большой, да, тебя отправили. Здесь у нас тоже, ну вот он, отличненький. Давайте тебя ямамоту сюда. Здесь более маленький флот пока отправим когу. Сюда, наверное, тоже кого-нибудь из третьего. Да, так, а по флотам. Возьмем тебя. И вот здесь хороший такой флотик. Сюда отзавы. Того флота. Флоты у нас вроде бы объединены, да? Да, вот еще только в Корее два подводных на оборону, да? А кто тут есть на подводных? Вот только. Итак, подводных лодок плюс 20. Прекрасно. Все, весь флот мы тоже более-менее развернули. Знаем, где что, как, куда. Здесь 800, да? Давайте их сюда, чтобы не было проблем. Но можно разве что истребителей. Тут они у нас истребители чуть поближе потом подвернуть, чтобы им было проще действовать. Здесь у нас осталась соточка гидросамолетов. Здесь у нас, как видите, в целом торпедоносные бомбардировщики морские. То есть то, что будет использоваться потом. Ну и все. Остальное авиация это корабельная, которая пускай сидит там, где она и есть. Там, где она не мешается. У нас, естественно, природы политической власти пока нету. Пока мы из Великой Депрессии с вами не выйдем. Что у нас в миру тут творится? У нас тут должен скоро Республика Германия перейти в Третья Рейх. Со временем там у них будет выбор. Пока они идут по развитию промышленности. Ничего такого сверхважного у них нет. Здесь, кстати, видите, диктатор в Польше. Природ власти плюс 25. Если говорить по бонусам других стран, то я уже показывал. Так что не вижу смысла каждое прощелкивать и показывать, где что есть. А те вот умные страны, те, кто выходит из Великой Депрессии сразу же. Германия тоже умная страна, но ее просто запрещено. Невозможно пока не будет какого-то определенного количества армии. Поэтому пока они не могут. А все остальные стараются выходить из Великой Депрессии как можно раньше, потому что дебафы от нее достаточно большие. Естественно, сидеть в таком неприятном. Судим, что в Америке тоже есть Великая Депрессия, но из нее выйти несколько сложнее будет, если я не ошибаюсь. Да, то есть, видите, здесь намного-намного дальше продвигаться. Но все это легко и просто делается, если захотеть. И постепенно постараться. Да, особенно если еще и напряженка подлетит. То вообще будет прекрасненько. Но постараемся мы с вами пока особо напряженку не надавать. Ну а то делать такое, знаете ли, не очень хорошее. Из-за торговли плюс один, да? Прекрасно. Производность нам, конечно, нужны. Военные заводы очень сильно. Но мы можем это потом выйти с помощью позже самое развитие военных заводов вот здесь вот. Получить восемь их. Я думаю, мы как раз-таки оборонную промышленность единично раздавем. Обязательно. Так как это нам не помешает. А потом уже по развитию всего остального. Потому что здесь у нас в 1935 году датируется. А аннексия провинции, это просто вот эта вот территория. ЖХ перейдет под власть в Маньчжурии. А вот. Формирование первой смешанной механизированной бригады. В 1931 году. Квантумская армия. И так, в 1933 году учения бригады позволили точнить требования к легким танкам. Вести бой с пехотой. Со средними всем остальным. Нас добавляют в пехотку. И у нас появляется армия. Вот она. Смешанная механизированная бригада. Единственный ее минус. То, что она вообще не оснащена. И она новобранец. Но зато нам один большой плюс. То, что нам дали этот шаблон. Смешанная механизированная бригада. Само по себе это прекрасно. Здесь пехотные танки, огнеметные, легкие танки, моторизированные. Все, что надо. Единственное то, что... У нас все ли для нее есть? Вроде бы все. Вот эти вот шаблоны вполне себе будут неплохо чувствовать при войне в Китае. Поэтому, я думаю, их оставим. У нас есть, кстати, МПшка. То есть, на подавление специальная дивизия небольшая такая. Будем ее потом тоже использовать с вами. Так, что у нас есть? У нас выход из Великой Депрессии. Фокус уследует. Прекрасно. Теперь вы можете посмотреть то, что у нас всего-навсего на потребительские товары одна фабрика уходит. Просто прекрасно, ребята. Вот реально это прекрасно. Это на самом деле очень и очень удобно. Ну и дальше, как я говорил, фокус. Мы пойдем по развитию оборонной промышленности, чтобы немного наше производство выставить поудобнее. Как видите, у нас людские ресурсы подскочили, потому что у нас количество людских ресурсов изменено на 123, а не на 73, как это было. Естественно, поэтому подлет очень людских ресурсов большой после этого. Производство также устаревших авианосцев я никуда покадить не могу. Пускай они остаются. В этом ничего страшного нет. Ну и что у нас по времени? Я как смотрю, много, да? Мы очень много времени потеряли на болтовню и на все остальное. Ну и да ладно. Ну и да ладно. Думаю, в этом ничего страшного нет. В целом, наши войска более-менее расставлены. Мы ожидаем чего-нибудь нового и интересного. Пока просто раскачиваемся. В войну сразу же вторгаться можно, так как Китай сейчас в гражданке. Но вот это именно наш минус. Потому что гражданская война может оказаться для нас именно минусом того, что мы сможем не продавить кого-то и чего-то. Поэтому пока ждем. И давайте будем по фокусам идти больше, а не сами врываться в кого хотим, когда хотим и что хотим. Единственное, может быть, вот реально может быть, но не уверен, я вторгнусь в какую-нибудь там гуантическую клику. То есть попытаюсь с морпехами провести эту операцию и посмотреть, что и как. Я думаю, вы против особо не будете этого дела. А я заодно проверю, как это действует. Мне потому что реально интересно. Ну что, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравится это прохождение. Вы будете его поддерживать своим вниманием, своими просмотрами, лайками. Также будете советы давать, какой у вас имеется. Ну и предлагайте, предлагайте все, что можете. И все, что к этой игре относится интересненько. Может, даже какое-то определенное название армии. То есть все это буду рад принять и сделать. Ну что, всем до скорых встреч в следующих сериях. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok